Всем привет! Это продолжение долгожданного формата Point of View тест-драйвов X4M в этот раз у нас на тесте. И за этот тест, собственно, я хочу поблагодарить наше представительство BMW, группа России и, в частности, некоторых ребят, которые помогли, собственно, мне получить автомобиль на длительный тест-драйв. И, собственно, показать вам и рассказать о нем в рамках наших, как минимум, московских реалий, насколько эта машина подходит для таких условий эксплуатации, какие от нее плюсы, какие у нее будут минусы. Сравнить с X6M, на котором я тоже ездил и снимал Point of View тест-драйв, как раз-таки предыдущий был он. И, в том числе, сравнить с обычным X4, на котором тест-драйв Point of View тест-драйв у меня также был на канале. То есть, вы можете, к примеру, пересмотреть те два видео, после чего вернуться уже к тесту X4M и послушать мои впечатления о том, ну, как, что я думаю об этом автомобиле. Поскольку машина свежая, достаточно интересная, М-поколения у X3, X4 никогда не было. Модели с литерой М, только М40К, М40Д, вот как раз в последнем поколении. А сейчас, наконец-то, появилась настоящая М-ка. И мне кажется, что многим должно быть потенциально интересно, что из себя эта машина представляет. Забегая вперед, надо отметить, что у нас X4M Competition бывает так же просто. X4M там вместо 510 сил и 480 сил. Аналогично бывают и модели X3M, X3M Competition. Но разбирать какую-то разницу между ними особо бессмысленно, потому что, в целом, это один и тот же автомобиль с теми же самыми повадками. То есть, не будет какой-то явной разницы в их поведении. Поэтому смело можно было этот издрак назвать X4M Drop X3M. И ничего бы от этого не изменилось, кроме вида через зеркало заднего вида, собственно. Концептуально... Концептуально в этом автомобиле все, что мне, опять же, как достаточно молодому потенциальному потребителю X4M, в целом есть все, что нужно. То есть, это компактные габариты. Мне не нужна огромная машина. Мне не нужен X5, X6M, достаточно крупный. Мне тем более не нужен X7 в кузове M. Мне нужен именно компактный автомобиль, который будет вполне универсальным, чтобы я мог его использовать как семейный. Возить детей, семью. Ездить на этом автомобиле. И даже, может быть, какие-то относительно недалекие поездки. Но при этом, чтобы при желании можно было, вот как сейчас, спокойно топнуть. И получить такую динамику, которую я могу получить, к примеру, на M3 и M4. У меня было некоторое обманчивое, на самом деле, ощущение, когда я только сел за роль этого автомобиля. Именно первое ощущение. Мне показалось, что машина достаточно жесткая. Вот когда ты только начинаешь движение на автомобиле. Давайте мы сделаем вот так, немного яркости. Убавим проекцию, чтобы она не мешала. Как только ты начинаешь движение на X4M, первое ощущение, первые километры, да даже не километры, первые десятки метров на малых скоростях, машина очень подробная, дает тебе информацию о дорожном покрытии. То есть она прямо вот бежит по дороге, чувствует каждую мелочевку, каждый камушек, каждый стык. И ты уже начинаешь готовиться к тому, что вот сейчас будет жестко. Вот сейчас я поеду быстрее, начнут попадаться какие-то колдобины, стыки, ямы и так далее. И это будет зубодробительная машина, которая из меня всю душу вытрясет. И когда я начал двигаться, когда я вот поехал именно реально первые километры, когда я поехал по тем участкам, по которым я до этого передвигался на своих автомобилях, тоже достаточно спортивных, из далеко не самой комфортной подвески, как я сейчас понимаю, с более жесткой подвеской, чем здесь, меня X4M поразил. Потому что по уровню комфорта он сопоставим с X6M, который я уже нахваливал, что это действительно довольно мягкая машина, но при этом его не кидает в колее. То есть автомобиль четко идет по колее, вне зависимости от дороги. То есть его не болтает, его не швыряет, не выкидывает из этой самой колеи. Да, есть некоторые уводы, так или иначе, надо отдавать себе отчет, что это спортивная машина со спортивным рулевым, со спортивными настройками кинематики подвески, с разноширокой резиной, достаточно крупной. Но все равно по меркам заряженного автомобиля с динамикой, можно смело сказать, менее 4 секунд до сотни, поведение X4M очень комфортное. Я удивлен. Потому что машина у меня, ну, по сути, четвертый-пятый день в эксплуатации. И в первый день у меня были совсем иные ощущения и иные впечатления об автомобиле. Если бы я поездил только один день на X4M, мой отзыв был бы не таким положительным, не таким увлекательным, возможно, нежели сейчас то, что я вам озвучу. Потому что действительно автомобилям надо немного проникнуться, опробовать его просто в повседневных режимах эксплуатации. Поездить на нем на работу, поездить на нем там в магазин, по каким-то привычным тебе участкам, чтобы понять, как же себя машина поведет в той или иной ситуации. Я был удивлен и до сих пор немного удивлен, потому что с каждым днем машина для меня становится все комфортнее. В первый день напрягало даже вот это мультиконтурное М-сидение, которое само по себе достаточно крутое, но вот я когда сел после своей машины, спина, видимо, как-то там не привыкла еще, после своей машины мне показалось, что автомобиль, ну, какое-то совсем, точнее, сидение какие-то совсем непонятное. Я ожидал от них большего удобства, нежели получил в реальности. Так вот, сейчас, уже по прошествии нескольких дней, мнение мое изменилось. Удобные сидения, единственная, наверное, претензия к этим сидениям, это подголовник. Вот он грубоватый, но это М-ка, это сидение, которое, по сути, ковши. Это М-автомобиль, поэтому сильно удивляться, что у него такие грубые, плотные подголовники, наверное, глупо, но так или иначе, вот если надо к чему-то придраться, пусть это будут подголовники. Скользкое покрытие, очень долго машина запрягает, готовится стартовать, и только потом начинается вот это действительно бешеное ускорение, причем удивительное ощущение, здесь рядная шестерка, обычная рядная шестерка, то есть это не какой-то V8 могучий, моментный, инертный весьма, нет, это как бы 3 литра, раздутый в 510 сил. Но характер у этих 3 литров очень необычный. Обычно ожидаешь от турбированного двигателя такого уверенного подхвата снизу, потому что, как правило, турбированные движки, они имеют неплохой крутящий момент на низах. И такие более-менее тоже неплохие тяговые возможности на высоких оборотах, но не рекордные. Но когда я еду за рулем X4M, ощущение, что я еду за рулем атмосферного автомобиля, потому что есть привычный такой некоторый провал на низах, то есть вот атмосферный классический спортивный BMW, это автомобиль, если мы вспомним, там лет, допустим, 20 назад. Это автомобиль, который тянет на верхах. Чем выше обороты бензинового двигателя, тем быстрее едет машина, тем интенсивнее она набирает динамику свою. Здесь ровно то же самое, причем момент, вот если вы заметите, когда я буду в следующий раз ускоряться, момент с 6 до 7 тысяч оборотов самый бешеный. Машина просто превращается в какого-то монстра. Настолько сильно она вот стремится вперед, тянет вперед, и стрелка просто моментально заваливается до отсечки, что реально ощущение, что это какой-то прям хороший-хороший высокооборотистый атмосферный двигатель. Приятное ощущение, хотя при этом, скажу про недостаток, вот те же самые низы, их не хватает. То есть верха здесь очень хорошие, реально очень хорошие, наверное, лучшие, одни из лучших, во всяком случае на том, что я ездил, ну, хуже, может быть, чуточку хуже, чем тот же самый V8. Все-таки там движок с таким объемом, 4,4 литра, с такими турбинами, такой мощностью, конечно же, едет очень бодро, особенно, если мы говорим про М5. Но по меркам рядной шестерки, на такой рядной шестерке, я, честно скажу, еще никогда не ездил. не на старых BMW, не уж тем более на новых или на каких-то других автомобилях. Поэтому динамика невероятная, непривычная, но с отголосками вот этих вот старых, старого характера BMW, вот именно характера. Не двигателей, не динамики, а скорее характера. Приятно. Мне это нравится, потому что ты выискиваешь дорожки, выискиваешь моменты, вот так вот катишься, как, не знаю, как зверь притаившийся, катишься спокойно, никуда не спешишь. Вот просто едешь себе в свое удовольствие в спорт режиме. И когда ты находишь какой-то небольшой участок, небольшую возможность нажать газ, когда у тебя появляется возможность, собственно, выжать из автомобиля все соки, и, собственно, когда обороты доходят до отсечки, вот тогда ты понимаешь, что не зря отдал эти деньги за X4M. Это не просто X4, достаточно быстрый, а это действительно заряженная машина с очень интересным характером, с бодрой динамикой, но при этом, которая может быть, по сути, единственным автомобилем и весьма комфортным. Удивительно. Поездив несколько дней по городу за рулем X4M, вспоминая свои же ощущения от поездки за рулем X6M, могу сказать так, меня машина больше устраивает в плане ее габаритных размеров, в плане ощущений ее пропорций, и на ней мне намного комфортнее передвигаться, при том, что сами зеркала заднего вида по размеру такие же, они не стали меньше или больше, они такие же, как в X6M. Машина компактнее, она не такая дутая, она не такая длинная и не такая тяжелая, поэтому маневрировать мне на X4M, конечно, проще, и это реально ощущается. С точки зрения комфорта передвижения в городе, опять же, никакого дискомфорта, потому что, когда у тебя стоит, вот выключаем М1, стоит режим Efficient, отклика двигателя, машина становится довольно плавная, податливая, тихая, даже звук выхлопа особо в этой ситуации не напрягает, то есть, автомобиль всем своим видом показывает, что он нормальный, повседневный, городской кроссовер, а не какой-то там заряженный спорткар типа М3, М4, на котором практически невозможно двигаться. И в этом плане ты действительно соглашаешься с тем, что инженеры, во всяком случае, с этой моделью сделали правильно, они не стали ее делать бескомпромиссно эмочной, она не заряженная, это не суперкар, хотя при этом динамика, стоит тебе нажать газ в пол, динамика достаточно серьезная, она подтверждает заявленные цифры, хотя в начале есть небольшая заминка. Могли бы повторить. И когда, к примеру, я передвигался по свободным дорогам, вот я понял, что в стихии этой машины как раз-таки наоборот, город, вот такие пробки, рваный ритм движения, какие-то требующие от автомобиля незаурядных динамических качеств ситуации, потому что вот в пробке тебе надо резко ускориться, надо куда-то вклиниться, то есть сделать какой-то активный маневр, и надо, в принципе, немножко подинамичнее поездить. В этой ситуации ты можешь реализовать возможности автомобиля, когда же ты двигаешься по свободной дороге, без пробок, и у тебя есть куча-куча камер на пути движения, толку от того, что у тебя 510 сил под капотом, никакого. И тогда это просто какой-то непонятный довесок, нагрузка, которая заставляет тебя платить бешеные цифры за транспортный налог, бешеные цифры по расходу топлива, машина прожорливая, и смысла брать, к примеру, X4M, чтобы ездить постоянно спокойно, либо не иметь возможности как-то поактивничать, вообще никакого нет. То есть, эту машину надо брать непосредственно под динамичную езду, даже в городе, даже с учетом пробок. Тогда в ней, собственно, есть смысл. Иначе проще взять какой-нибудь обычный трехлитровый дизель и не заморачиваться. В навигационную систему в бит-адрес давайте посмотрим, как это все отображается на проекции, как на мультимедиа будет подсказывать, куда и когда повернуть. Это довольно интересно, на мой взгляд. поскольку в зависимости от разных версий преподносимая информация может быть, может отображаться по-разному. Сейчас, смотрите, нам показывает, что надо свернуть направо через один километр. И помимо того, что есть довольно красочная, ну, во всяком случае, понятная, наглядная картинка съезда, как именно это должно происходить, есть еще и справа вертикальная шкала, которая по мере приближения к съезду будет опустошаться, чтобы нам было проще ориентироваться без необходимости как-то сильно вглядываться в происходящее. Если что, всегда можно бросить взор на саму карту навигационной системы, чтобы, опять же, упростить себе задачу и понять дальнейшие шаги. Далее отворотка через 450 метров направо. Опять же, спидометр на месте, лимит на месте, индикация ограничений скорости также на месте. То есть, вся необходимая информация мне присутствует. Если я вдруг буду перелистывать радиостанции, либо там USB накопитель и прочее, то временно развязка пропадет, но потом появится вновь. И, как видите, опять же, достаточно подробная. То есть, показывает, как именно мне надо будет развернуться. Но я не буду разворачиваться, я поеду прямо. В момент относительно проекции у нее бывают два вида. М-вид, тот, что вы видите сейчас, довольно удобный, если вы, к примеру, планируете сами переключать передачи и в целом разбираетесь, для чего этот вид нужен. И есть обычный вид, если я, к примеру, выключаю прижим М1, вот я его выключил, то обычный вид проекции это спидометр, указание, ограничение скорости. И если я, к примеру, выставлю лимит, вот, лимит 80, то еще и постоянно будет отражаться лимит. То есть, та скорость, выше которой машина не сможет разогнаться, если только не поражать педаль газа сильно глубже. В ИК6М, в предыдущем поколении, собственно, ИК6М, на проекции ограничения скорости лимита не выводилось. То есть, ограничение машина считывала, но лимит она не отображала на проекционном дисплее. Более того, как я уже говорил, в комбинации приборов тоже этой информации практически не было. Была рисочка, которая бегала по контуру, вот этому серебристому контуру, она была настолько неконтрастная, незаметная, что днем абсолютно не было понятно, включен лимит или нет, и какая у тебя стоит скорость. Здесь все-таки относительно прибора все намного удобнее. Цифровая приборная панель, на которую сверху выводятся режимы настройки двигателя, руля, подвески и коробки передач. И это все вот так варьируется. То есть, вот я переключаю режимы Sport, Sport+, Comfort, Sport, Sport+, то же самое по рулю. Я спокойно могу вот так все изменить без необходимости лезть куда-то в мультимедийную систему, либо пользоваться только кнопками М1 и М2. На эти клавиши, как я уже сказал, у меня сохранены иные настройки, позволяющие получить лучшие динамические показатели автомобиля. Если вдруг мне требуется изменить М1 и М2, не надо опять же лезть куда-то вглубь меню. Мне достаточно просто нажать кнопку Setup, вот здесь рядом с этими клавишами, нажимаю Setup, и появляется уже меню, быстрый доступ к этим двум клавишам, плюс настройка полного привода и MX Drive. на старте, конечно, есть небольшая заминка. И, честно, не знаю, чем эта заминка продиктована, то ли как раз-таки двигателем, который является по характеру практически атмосферным, то ли все-таки это настройки коробки передач, может, она бережет себя, может быть, настройки привода такие, чтобы сами привода поберечь, но какая-то вот такая бережливая ситуация с автомобилем есть. То есть он не дает с места просто сорваться. Он плавно стартует и потом уже, как бешеный, начинает укладывать стрелку тахометра до отсечки. Повороты прописывает классно. Если вы смотрели Point of View заезды по... Это даже не Point of View, это просто были заезды по Moscow Raceway на X3M, X4M, относительно недавно этот ролик выкладывал, то вы могли, собственно, убедиться, что машина ведет себя на треке очень податливо, очень послушно. Единственное, что подвела погода, было очень мокро, сыро, поэтому автомобиль постоянно скользил и не получалось на грани зацепа входить в повороты, чтобы прочувствовать ее в полной мере. Но недавно был у меня была возможность поездить еще раз на X3M, X4M в рамках обучения по модели X6 по площадке BMW Driving Experience. И там было сухо, и автомобили были на соответствующей резине, плюс конкуренты в виде X6M50D, Porsche Cayenne Coupé и Audi Q8. И даже с учетом того, что те автомобили были оснащены системами подавления кренов, то есть активной системы, прижимающей автомобиль в поворотах, чтобы не крениться, и плюс интегрально-рулевое, то есть подруличие задние колеса, были, по-моему, на всех трех автомобилях. Вот даже на их фоне, пересев, по-моему, в X3M, да, пересев в X3M, делая все те же самые маневры довольно крутые, автомобиль вел себя так, словно у него все эти системы стоят, словно у него действительно интегрально-рулевое, есть машина настолько верткая, словно у него есть подавление кренов, то есть кренов практически не было в рамках разумного, само собой. И меня в этот момент машина удивила, когда у тебя есть контрасты, ты можешь с чем-то сравнить и сделать выводы, то, собственно, опрашивается такой вывод, что автомобиль настроен прилично, очень спортивно, и может позволить атаковать повороты на той скорости, на которой, собственно, вам самому хватит смелости. Если вдруг переборщите с этой скоростью, то у вас все-таки полноприводный автомобиль, даже в версии MX Drive, когда у вас большая часть момента уходит на заднюю ось, даже в этой ситуации при частично отключенной стабилизации все равно автомобиль остается довольно податливый и понятный. Трехточечный веерный омыватель лобового стекла это скорее необходимость. Лобовое само по себе достаточно большое, поэтому ставить какие-то две точки это постоянно означает, что у вас средняя часть будет грязной и придется намного больше использовать омывающей жидкости. С точки зрения обзора, как и в обычном X4, здесь никакой разницы, крыша не давит на хорошем высоком уровне, стойки достаточно компактные по меркам других кроссоверов, по меркам того же X5M, X6M, то есть в этом плане автомобиль удобен. Зеркала, опять же, учитывая не самые большие габариты, X4M нормальные, не маленькие, не большие, и очень большой плюс это система контроля слепых зон. У меня была какая-то ситуация в такую грязно-слякотную погоду, я с работы возвращался на этом автомобиле по МКАДу, и когда в определенный момент вот эта грязь от передедущих автомобилей закрыла мне обзор по боковым стеклам, загрязнила максимально зеркала, что в них по сути не было ничего видно, и заднее стекло тоже было достаточно грязным, я в принципе остался только с обзором перед собой. Было, конечно, некомфортно останавливаться на МКАД и чистить стекла, зеркала, возможности и желания никакого не было, поэтому наличие системы контроля слепых зон меня реально выручило, то есть, если мне нужно было перестроиться, я смотрел в зеркало, если там горит желтый треугольник, как это было вот буквально несколько секунд назад, то, конечно, надо либо дождаться, чтобы он погас, либо не перестраиваться, потому что есть опасность, что в слепой зоне может быть машина. Если же треугольник не горит, то можно смело включать поворотник и перестраиваться. В этом плане контроль слепых зон это очень полезная штука в городе, особенно в наших погодных условиях. При этом реализована она здесь на мой взгляд удобнее, чем в X6M, потому что у него загорался треугольник вот здесь на корпусе зеркала, на черном элементе, и он как-то не так интуитивно был удобен. А в современных автомобилях, BMW, этот треугольник находится как раз-таки на самом зеркальном элементе. Поэтому, когда ты смотришь в сторону зеркала, то ты даже боковым зрением можешь увидеть этот загорающийся треугольник и тем самым убедиться, что надо аккуратнее перестраиваться, что в слепой зоне может быть автомобиль. Вот, собственно, сейчас вы можете это наблюдать в правом зеркале. И если я при этом захочу перестроиться, вот здесь тоже есть интересная штука, в комплексе ассистента вождения Professional есть еще и ассистент не только удержания в полосе, контроля, подруливания и так далее. Но еще и предупреждение бокового столкновения, то есть, чтобы вы не въехали в машину, которая едет сбоку. Если она просто в слепой зоне, но за вами, то есть нету опасности контакта, что вы столкнетесь, то машина, конечно, будет вас оповещать всевозможными способами, но препятствовать съезду в эту сторону автомобиль не будет. Если же у вас непосредственно едет рядом с вами машина, и ваш дальнейший маневр по перестроению может привести к столкновению с этим автомобилем, то тогда машина возьмет практически управление на себя и достаточно интенсивно будет вас отворачивать от этого маневра. У меня такая ситуация была, конечно, не критичная, но при этом я прочувствовал тот момент, когда автомобиль реально взял и не позволил мне перестроиться в ту сторону, поскольку машина была близко ко мне. Поэтому при заказе автомобиля, если вы размышляете, брать эту опцию или нет, возьмите хотя бы ассистент вождения обычный, потому что он себя включает как раз таки вот этот функционал. Кстати, отличное рулевое. На М-ках не бывает интегрального рулевого, то есть подруличных задних колес, и нету стандартной адаптивной спортивной рулевой системы, как на обычных X3, X4, когда у вас всего два оборота от упора до упора, но при этом сама рулевая рейка и не обычная, то есть не практически три оборота, здесь примерно 2,5-2,6 оборотов от упора до упора, тем самым машина с одной стороны довольно маневренная, поэтому когда вы как-то хотите резко перестроиться, обогнать кого-то, сманеврировать, это дается ей очень легко. С другой стороны, само ощущение от руля такое, что вам несложно контролировать машину даже при движении с легким заносом, при активном движении, при ускорении в том числе, то есть сама рулевая система настроена максимально правильно, максимально комфортно. Любой полноприводный автомобиль, когда вы ускоряетесь газ в пол, на руль так или иначе приходятся некоторые такие паразитные ускорения, и он пытается то ли вправо, то ли влево уйти, куда-то вас потянуть. Здесь небольшой такой эффект присутствует, поскольку машина все-таки полноприводная, но он настолько минимален, что я могу ускоряться газ в пол, удерживая руль одной рукой, чуть ли не кончиками пальцев, потому что настройка рулевого достаточно дружелюбная. Она сделана под безопасность, под комфорт, чтобы не было такого бескомпромиссного спорта, как на каких-то других автомобилях, чтобы ИС-4 воспринимался в своей какой-то отдельной нише спортивного, быстрого, но при этом комфортного автомобиля. Это важно, это действительно преимущество, когда мы говорим про городской спорткар, а все-таки это городской спорткар. X6M я ругал за выхлопную систему, мне казалось, что там все-таки звук не соответствует шильдикуэм и особенно его конкурентам. Что из себя представлял звук X6M? То есть, по факту просто бубнение V8, V-образная восьмерка, 4,4 литра, достаточно приятный звук, но без каких-то таких спортивных ноток, каких-то перегазовок, хлопков, прострелов, громогласных каких-то звуков нет. Там ничего подобного, даже в самом, так сказать, жестком режиме движения. Я надеялся, что X4M в этом плане станет лучше, потому что X4M40i неплоха, то есть, там выхлоп действительно довольно приятный. Ты даешь газу, отпускаешь, и у тебя появляется целая гряда хлопков, прострелов, и это звучит круто, то есть, вот так и должен звучать выхлоп автомобиля. Я надеялся, что в поколении X4M, в модели X4M, они эту ситуацию еще как-то проапгрейдят, и звук станет еще серьезнее и круче, тем более, что в M5 звук действительно очень хороший, в M3, M4, M2 Competition звук очень хороший. Мои надежды немного не оправдались, к сожалению, не оправдались, потому что если звук X6M можно назвать таким хлыстом, то есть, ты ускоряешься в самом жестком режиме коробки, в третьем режиме коробки, ты ускоряешься под полным газом, при переключении он как будто такими шлепками, хлыстами звуки издает, приятно, прикольно, но только для этого нужно включать самый, опять же, жесткий режим движения, самый спортивный режим движения, в остальных ситуациях его не слышно, и вот X6M это хлыст, а X4M немного другая история, при переключении передач тоже есть похожий такой звук, но он не звучит как хлыст, то есть, просто какой-то такой вот интересный звук переключения передач, не более того, и выхлоп слегка как бы огрызается, но опять же, не так мощно, как это было в X6M, но здесь другая история, когда ты двигаешься в режиме спорт или спорт плюс, даешь немного газу, отпускаешь этот газ, то выхлоп создает такие звуки похожие, ну вот я реально сейчас понял, на что мне это больше всего похоже, похожие на то, как булькает кальян, как бы это глупо не звучало, но это, поверьте, одна из самых, наверное, близких ассоциаций, то есть, вот ты чуть-чуть подгазовал, отпустил, и ощущение, что у тебя там сзади какая-то кальянная, не знаю, вы слышали сейчас или нет, но мне кажется, должно было быть слышно, то есть, реально звук, он, конечно, не такой суровый, как я лично ожидал, мне хотелось услышать что-то более такого мужественного, более зверского, опять же, как на М3, М4, хотя в статике вот так сейчас, если погазовать, просто постоять на улице погазовать, звучит-то неплохо, но одно дело, то, что слышат люди снаружи, я всегда говорил, мне это честно, немного так, как бы по барабану, другое дело, то, что слышу лично я, и даже вот так в салоне, в самых спортивных режимах, там, переключение, спорт плюс, коробка в третьем режиме и так далее, даже в спортивных режимах все равно не хватает этому двигателю нормальной выхлопной системы, которая бы создавала нужный антураж, которая позволила бы в том числе и перекрыть в этом плане прямого конкурента, увы, надо все равно, как-то дорабатывать, не знаю, почему так. чтобы в полной мере насладиться динамикой X4M, помимо того, что надо двигатель поставить в режим спорт плюс, надо еще и коробку перевести в третий режим, потому что именно в третьем режиме она дольше держит пониженные передачи, повышенные обороты, автомобиль, как уже сказал, оборотистый, двигатель здесь действительно требует более высоких оборотов, нежели обычно, чтобы выдавать свою максимальную мощность, максимальную тягу, поэтому, если вот так в городе, в пробке, желаете немного поактивничать и при этом иметь возможность в каждую секунду нажав газ получить подхват, просто вот на каждом ходе педали получить такой острый подхват, то надо делать то, что я собственно сказал. Руль может быть в самом легком режиме комфорт. Подвеску, в принципе, тоже зажимать особой необходимости нет, если вдруг у вас участок дороги не сильно какой-то извилистый и не требует обильной работы рулем. То есть подвеску можно спокойно оставить в комфорте и не заморачиваться, потому что она действительно будет неплохо отрабатывать неровности, вот эти люки, все какие-то ямы. Вы едете так, как будто это обычный X4. Реально по комфорту машина, по моим ощущениям, не уступает. И это круто, потому что далеко не каждый заряженный автомобиль может этим похвастать. Ставим самый комфортный режим и разгоняемся примерно до 100 км в час. У многих автомобилей проблема разгон со 100 км в час, когда тебе надо резко ускориться. Вот двигаешься равномерно и вдруг появилась необходимость резко ускориться. Разгонимся до 100 и нажмем газпол, посмотрим, как машина поведет себя в этой ситуации. Поехали. Да, просто бешеное ускорение. Это действительно бензиновый двигатель и здесь действительно 500 с лишним лошадиных сил. Ты это понимаешь, когда начинаешь ускоряться свыше 100 км в час. В городе этой машине тесно. Реально, этой машине в городе очень тесно и она просит большей свободы. Она просит больших секунд нажатой в пол педали газа, потому что реально ей надо где-то реализоваться. Она понимает прекрасно, что ее 3 литров, ее турбин может быть не хватает в достаточной мере, чтобы снизу втащить, как это делает дизельный двигатель и, к примеру, в городе просто для повседневной такой достаточно активной эксплуатации 30-го дизеля не то, что будет за глаза хватать, его будет более чем достаточно и мысли о покупке X4M даже не возникнет у вас. Но если вас интересует помимо быстрой езды в городе еще и быстрой езды за городом и, в принципе, эмоции бензинового двигателя, то здесь у вас вариантов нет. Точнее, есть, есть, конечно. X4M40i на самом деле отличный автомобиль, причем настолько отличный, что у меня есть ощущение, что там даже выхлоп лучше, чем здесь на X4M. но когда мы говорим про М-ку, и там, и там 3 литра, и там, и там 58-й двигатель, только на М40i B58, а здесь S58. Но разница в мощности по сути в 150 лошадиных сил это все-таки очень существенно. И они чувствуются, как только вы даете подняться стрелки оборотов свыше 5, а то и 6 тысяч. Очень крутой двигатель, реально, очень крутой двигатель. Запомните эти слова, появится М3, М4, она будет рвать и метать просто всех, потому что с такой динамикой, с такой настройкой движка, когда она просто вот так заваливает стрелку тахометра вплоть до отсечки, более легкая М3, М4 поедет очень круто, реально, настолько, что даже если в цифрах найдется конкурент, который поедет быстрее, по эмоциям он не превзойдет М3, М4 только благодаря тому, что шикарнейший двигатель стоит на очень легкой платформе. Даже здесь он едет достаточно хорошо, но момент инерции, тяжесть автомобиля не дает машине получить резкого старта. На М3, М4 будет полный привод, будет этот же набор двигателей, меньшая масса, по-любому они будут стараться уложить ее, как и в предыдущем поколении, я думаю, что в тонну 600. И если это будет так, держитесь, конкуренты, это будет очень крутая, очень злая машина. Ну и напоминаю про вытянутые до пола решетки, как на концепте 4 серии. Это истинно, это будет, привыкнете, и вы уверен, полюбите эту машину, а встречая на дороге, будете сворачивать голову даже через 5 лет после ее выпуска. Невозможно вылезти из этих пробок, поэтому, опять же, снимаю с себя все обязательства по управлению автомобилем, отдаю их активному круизу. поехали. Он будет как ускоряться, так и подруливать, если есть достаточно читаемая разметка и вперед идущий автомобиль, но, собственно, эти условия у нас соблюдаются. От меня требуется периодическое прикосновение к баранке, либо поглаживание этой самой баранки, поэтому давайте немного понаблюдаем, как машина себя ведет с учетом активированного активного круиз-контроля. Кстати, здесь разметка довольно узкая, поэтому машине с одной стороны сложнее, с другой стороны я могу с себя снять обязательства по удержанию автомобиля в этих узких полосах, поскольку автоматике, как правило, такие вещи должны даваться легче, но вот заодно и понаблюдаем. Пока машина, как видите, делает все сама, в том числе и рулит, дадим ей возможность зайти и в этот поворот, не поворот, а скорее некоторый уклон дороги тоже самостоятельно и посмотрим, как мы поедем дальше. Видите, есть опленное движение руля, то есть след за предыдущим автомобилем машина корректирует ход своего движения. Если вдруг тот автомобиль перестроится или уйдет из поля видимости, конечно, машина либо попытается за ней уйти, либо все-таки успеет перестроиться на другой автомобиль, который впереди, но в таких ситуациях ваш контроль все-таки нужен полностью полагаться на эту систему, но, наверное, все же не стоит. Очень удобно. Ты можешь спокойно в это время там, не знаю, отвлечься на что-либо, в том числе на телефон и не бояться, что кого-то приедешь, въедешь. Само собой ничего хорошего в этом нет. Поэтому я всегда за систему активных круизов, за подруливание, за всю эту историю. К сожалению, у меня в моем автомобиле активного круиза нет, но я думаю, что это тоже временное явление, поскольку желание обладать этой функцией есть. И это одна из немногих систем, за которые я буду готов доплатить несколько сот тысяч рублей, поскольку буду осознавать ее полезность. Не номинальную, не условную полезность, как бывает в отношении некоторых других довольно дорогостоящих систем автомобильных, а реальную пользу. Потому что вот сейчас я могу расслабиться. Ноги мои могут отдохнуть в долгих поездках, в затяжных пробках, а нередкость в Москве пробки по 2-3 часа такое тоже бывает. И это просто сплошное мучение, когда ты не можешь как-то выйти, размяться, отдохнуть, а постоянно вот в этой тягомотине, в этой дурацкой пробке. Вот тогда активный круиз реально выручает. Ты его включил, от тебя требуется некоторый контроль, но в остальном машина практически все делает самостоятельно. и на новых моделях с новой мультимедийкой, с гумерангами, там эта система работает еще круче, реально еще круче. То есть она может продолжить движение в течение полуминуты после полной остановки, если вы не убирали руки с руля. То есть если вы придержите руль, машина это понимает и сама продолжит движение. Ну и в целом корректность работы этой системы там само собой стала выше и по мере продвижения это все так же адаптируется, улучшается, меняется. Если вдруг вам нужно устроиться, ничто не мешает вам самостоятельно нажать педаль газа. Вот я нажал газ, перестроился, дальше отпускаю и все. Опять же машина едет сама. Чтобы она контролировала полосу, чтобы она сама подруливала, надо убедиться, что рулевое колесо в комбинации приборов либо на проекции зеленого цвета. Вот сейчас оно зеленое, соответственно все. Я спокойно могу на несколько секунд даже отпустить руль, но видите, желтое рулевое колесо опять же требует меня прикоснуться к нему. Ну а далее слегка поглаживаем и даем машине ехать самостоятельно. Нам скоро уходить направо, поэтому опять же сам добавляю газа и перестраиваюсь, но при этом даю машине так, давайте еще перестраиваемся. Все, увидел предыдущий автомобиль, дождемся зеленого рулевого колеса и опять же доверяем дальше машине наше движение. Еще на один ряд нам надо перестроиться. зеленое рулевое колесо в комбинации приборов и вот посмотрим, как раз дальше нас ожидает достаточно крутой поворот. мы только поглаживаем руль и будем наблюдать за поведением автомобиля, как он с этим поворотом справится или не справится. Сейчас машина едет четко по траектории впереди идущего автомобиля. но при этом разметку тоже видит, кстати. На малых скоростях на самом деле можно даже руль отпустить и на более долгий продолжительный период времени, особенно в обновленной системе с новой мультимедийкой. и это действительно ассистент движения в пробке. То есть тогда машина чуть ли не самостоятельно едет и без вашего участия. Вот видите, ползет медленно, подруливает. Нет никаких оповещений с просьбой схватиться за руль. То есть вот, пожалуйста, я могу сидеть расслабленно и просто наблюдать, как автомобиль продолжает движение в пробке. Будет здесь еще опять же обновленная система, которая до полуминуты может сама начать движение после полной остановки. Было бы вообще суперкомфортно. Я думаю, что эту систему я вам еще покажу на будущих тест-драйвах новых моделей. Как правило, те автомобили, которые в парке представительства, они прилично укомплектованы и имеют такие системы, как активный кройсконтроль. Так что следите, обязательно смотрите, если вам эта система интересна. Ну что ж, дадим автопарковщику возможность проявить себя, тем более, что камеры у нас настолько грязные, что теоретически можно довериться и программе. Автомобиль определил парковочное место. От меня сейчас требуется включить указатель поворота, левый, соответственно. Он пишет, держите нажатую кнопку парковки, отпустите руль. Вот кнопка парковки. Я ее нажимаю и выдерживаю. В этот момент педаль тормоза утопилась максимально. Далее отпускаем тормоз и наблюдаем за процессом парковки на всякий случай контролируя все по сторонам. Да, конечно, если бы камеры были чистыми, мне было бы морально намного спокойнее доверять этой системе. все, система отдала ввожь управление мне, поскольку сзади определила бордюр достаточно сильно торчащий, поэтому придется, видимо, мне чуть-чуть ей помочь. вот по сути любая поездка на X4M, да и вообще на М-ке в городе. если ты не хочешь не хочешь нарываться на постоянные и постоянные штрафы, будь добр висеть на оборотах при любом нажитии газа, потому что ты просто не сможешь ничего сделать. Негде разгоняться, негде так гонять в принципе. С другой стороны, опять же, учитывая очень высокий уровень комфорта, непривычно высокий уровень комфорта для М-автомобиля, как раз таки вот эта двуликость ему помогает. То есть, ты спокойно можешь включить все в комфорт, ездить на этой машине, как на обычном X4, просто по своим делам, там, семейным, рабочим и так далее, даже, наверное, куда-нибудь в отпуск съездить, но при этом, когда тебе нужно, нажимаешь М1 или М2, превращаешь эту машину в нечто свирепое и злое и, собственно, наслаждаешься динамикой. Там, где есть возможность, вот те хотя бы несколько секунд, но так или иначе принесут определенную долю удовольствия от даже поездок по Москве. Все, лимит. Просто нажимаешь газ и лимит, нажимаешь газ и лимит. Но, вот, конечно, момент, когда стрелка упирается в отсечку, он того стоит. Мало сейчас автомобилей, которые дают удовольствие не просто от динамики, но еще и от ощущения динамики, от осознания того, что ты едешь на пределе, что двигатель едет на пределе. Просто послушайте, как она классно взрывается. Вот ты едешь спокойно, едешь, даешь газу. Просто сходит с ума, просто начинает бешеное ускорение. За это надо любить бензиновые двигатели. Дизель едет совсем по-другому. Он едет классно, вопросов нет. И я даже больше скажу, вот, без каких-то явных спортивных амбиций я бы точно купил себе 30-й дизель, X3, X4 и вообще не парился бы. Причем, скорее всего, именно X4 я бы купил 30D. Но там другое, там другой характер. У меня сейчас в семье есть два бензиновых автомобиля. Один из них, как уже говорил, Джон Купер Воркс. Достаточно быстрая машина, веселая. И характер бензинового двигателя все равно это не то же самое, что характер дизельного двигателя. Это разные по поводкам автомобиля. Поэтому иногда хочется бензинового драйва, иногда хочется вот такого бешеного ускорения именно с ростом оборотов. Не на старте, когда ты нажал газ, не как из катапульты, а именно как тетива лука. Вот ты ее натягиваешь, точно так же и динамика этого автомобиля, она просто вытягивается вперед и устремляется, даже невзирая на рост скорости 100-150, неважно, машина едет, едет, уверенно тащит. И вот это создает как раз-таки те приятные эмоции от езды за рулем. Во-первых, BMW, во-вторых, BMW с шильдиком M. Ну что ж, давайте оценим экономичность нашего автомобиля и сравним его с X6M. Напомню вам показатели того автомобиля. Кто не помнит, кто не смотрел, кто не знает, вот так вот при стабильном движении POMCAT в самых комфортных, так сказать, в самых экономичных режимах движения я сделал два замера. Сначала на скорости 90 км в час, затем на скорости 120 км в час. То есть сбросил борткомпьютер, несколько километров дал цифрам у стаканица более-менее и посмотрел, какая, собственно, цифра расхода у нас получилась. То же самое предлагаю сделать и здесь, чтобы оценить, получить какие-то цифры сопоставимые, сравнимые, и понять, хотя бы действительно дает ли нам этот двигатель какой-то серьезной экономии. Стоит ли, покупая X4M, ожидать от него еще и некоторой топливной экономичности, потому что так или иначе, но расход у X6M был в рамках моего тест-драйва далеко не самый страшный. В среднем смешанном цикле у меня получилось, по-моему, 17 литров, плюс-минус так. Но при движении по МКАДу это даже было 8-10 литров, 9-10 литров, но если мы говорим все-таки про реальную эксплуатацию, цифры могут получаться и 25-30 литров, это все-таки V8, это достаточно могучий объемный двигатель. Рядная шестерка, 3 литра, сразу до полтора литра по сути меньше объема, она в теории должна быть экономичнее. Вот давайте проверим, дает ли нам действительно это такой экономии или нет. Заходим в борт-компьютер, сбрасываем, так, сначала устанавливаем скорость 90 км в час и дожидаемся, пока автомобиль у нас примет нашу заданную скорость стабильно и, наверное, надо проехать еще вот этот спуск, чтобы не учитывался вон в расчете топлива. Вот сейчас мы достигли вроде более-менее ровной поверхности, сбрасываем среднюю скорость, сбрасываем средний расход, буквально 2-3 км и смотрим, что у нас получится. Цифры устаканились, я думаю, что этого достаточно, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, собственно, 90 км в час, ровно 90 км в час средняя скорость, чтобы вы могли убедиться, что я не приотпускал педаль газа и никак не влиял на измерение. И 6,6 литров на сотню километров средний расход. Напоминаю, в X5M, в X6M на 90 км в час средний расход получался 8,8-8,9 литра, получаем 2 литра разницы, по сути 25% разницы. Неплохо, это довольно существенно. Теперь нам надо проверить расход на скорость 120 км в час. Вроде есть возможность стабильно двигаться 120 км в час, поэтому сбрасываем среднюю скорость, сбрасываем средний расход и наблюдаем. Давайте подводить итоги. 120 км в час средняя скорость и 10,6 литра на 100 км. На самом деле, будучи объективным, надо сказать, что все-таки 10,2, плюс-минус так, потому что сейчас на этапе на маршруте движения попадалось несколько подъемов и всего один спуск, поэтому автомобиль как бы употребил топливо чуть больше. Но все равно это 10 с хвостиком литров на 100 км при скорости 120 км в час. То есть, на скорости 120 x4m по расходу топлива сопоставим с x6m. И вот это немного удивительно. То есть, мы с вами понимаем, что на относительно малой скорости 90-100, да, этой экономии она будет. На высоких скоростях все-таки мощность двигателя достаточно приличная и начинает он кушать тоже вполне прилично. Хотя при этом обороты держались меньше 2000. Такие выводы в целом все равно надо признать, что двигатель здесь экономичнее. Если мы говорим про повседневную эксплуатацию, он экономичнее. Если мы говорим про смешанный цикл и, допустим, конкретно мой результат, смотрим компьютер поездки, я проехал 437 км, это еще далеко не конец моего тест-драйва, но на момент записи вот этого отчетности, статистики, 437 км я проехал за 13 часов со средней скоростью 33,8 км в час с расходом 16,2 литра. На X6M, напомню, расход был ближе к 18 литрам, но и средняя скорость там была выше, там средняя скорость была 40 с чем-то км в час, то есть на X6M у меня маршрутов с трассовым режимом движения было все-таки больше отсюда и такая небольшая разница в расходе, если бы все-таки я привел цифры средней скорости примерно к тем же показателям, что и были у X6M, поверьте, расход на X4M был бы в районе 14-15 литров, и вот такая разница в 2, 3, 4 литра плюс-минус, она похожа на правду, похожа на истину, все-таки автомобиль легче, автомобиль компактнее, и с точки зрения аэродинамики он также, скорее всего, выигрышнее, чем тот же X6M, поэтому имейте в виду, если для вас расход топлива не последний момент, то X4 экономичный. Удивительно комфортная и послушная машина, удивительно удобная, вот от М-ки чего-чего, удобства ты ожидаешь в последнюю очередь, но на сегодняшний день именно из М-ок это один из самых удобных автомобилей, удобный по всем форматам, по багажнику, по простору на втором ряду, по удобству спереди, по сиденьям, по мультимедиа, приборке и так далее. Если как бы вот совсем пытаться привести ее к какому-то идеалу, чего лично мне не хватает до идеала, это, как я сказал, отделки, кожа алькантара, какие-то рисунки возможно вот на этих панелях, на этих частях, я бы здесь что, наверное, еще улучшил помимо отделки, конечно, я бы, наверное, дождался выхода обновленной приборной панели, обновленной приборки, обновленной мультимедийки, чтобы функционал круиза в том числе немного усовершенствовался. Хотя, забегая вперед, скажу так, вот то, что мы видим здесь в плане мультимедийной системы, это не какой-то косяк, да, как некоторые обзорщики тоже говорят, что вот почему так происходит, там человек купил, допустим, м5, потом вышла м5 competition, потом вышло обновление приборной панели на м5, то есть ты вроде уже купил эту модель, а ее все совершенствуют, совершенствуют, и тем самым делают твою покупку неактуальной. Но если к этому вопросу подойти немного с другой стороны, то станет ясно, почему на X3M и X4M не стали ставить самую новую приборку, не стали ее ставить по причине того, что, опять же, те же самые покупатели, те же самые клиенты, они же отзываются плохо о новой приборке, они еще не привыкли к ней, и для них вот эти бумеранги это как удар в спину ножом, что вот взяли хорошую классную приборку, испортили, сделали непонятно что. Так вот, я думаю, что скорее всего по этой причине на X3M и X4M не стали сразу ставить топовую последнюю мультимедийку, чтобы те, кто хотят классические приборы, у них была возможность купить сейчас автомобиль вот именно с классическим оформлением, с привычным, понятным, если вам сложно перестраиваться на все новое, то, пожалуйста, это для вас. Сейчас, я думаю, пройдет буквально немного времени, может быть, там полгода, может больше, может меньше, пройдет немного времени, и мультимедийку обновят, и она будет в актуальном оформлении, с бумерангами, к которым мы уже так привыкли. Но это потребует, как уже сказал, некоторого времени, и не делается только по причине того, что есть аудитория, которая, собственно, не желает получить такие приборы, им хочется что-то по старинке, по классике. Да, классная динамика, я прям чувствую, как именно задние колеса в первую очередь начинают пробуксовывать, то есть даже в исполнении просто 4WD автомобиль не является таким пропорционально классическим 50 на 50 полноприводником, он все равно идет со смещением на заднюю ось, а версию 4WD Sport я даже боюсь представить, это, наверное, будет что-то и вовсе нереальное. Ну и давайте обратим внимание на то, что у нас стоит слева. Красота! Поздравляю владельца, потому что, ну, действительно, он сделал правильный выбор и купил классный автомобиль. Ну и, конечно, в любом моем тест-драйве я всегда пытаюсь ответить самому себе, купил бы я эту машину или нет, либо если купил бы, то в какой версии, в какой модификации, в какой расцветке. Это главный, ключевой, ключевой вывод, который я пытаюсь вынести из каждого Point of Youth Test Drive и донести до вас. Ну, в первую очередь, вынести в том числе и для себя. Будь у меня необходима сумма для покупки этого автомобиля, купил бы я его или нет, и если купил, то в каком, так сказать, варианте исполнения, облачения и так далее. Так вот, покатавшись на X4M, я пришел к такому выводу, что X4M классный, он очень красивый, но даже обычный X4 по красоте, по дизайну, в целом, X4M не уступает. И когда ты покупаешь X4M, есть ощущение, что он выглядит хорошо, но X3M выглядит круче. А X3M выглядит круче, потому что на контрасте с обычным X3, он реально крутой. Если обычный X3 кажется, ну, таким, не то чтобы пенсионерским, но как минимум просто семейным, универсальным автомобилем, да, не могу себе отказать в удовольствии периодически выжать газ выше разрешенного и потом, видимо, оплачивать эти все штрафы. Но вот, увы, факт. Так вот, если обычный X3 выглядит как просто семейная машина, а X3M выглядит как супер какой-то аппарат, то X4 и так изначально хорош. Поэтому X4M не может пересечь вот тот уровень, который уже достиг обычный X4. И я бы выбрал X3M. Я бы выбрал X3M в цвете серый Донингтон с салоном, скорее всего, красного цвета. Вряд ли это будет черный, может быть, какой-то оттенок там коричневый, если он имеется. Вот коричневый, либо красный, либо в крайнем случае серый, но вряд ли это будет черная кожа, потому что это совсем скучно. И я бы брал просто X3M, не Competition. Тем самым сэкономил бы некоторую сумму, получил бы еще чуть больше комфорт, который мне нужен в рамках универсального, семейного и при этом быстрого автомобиля, чтобы удовлетворять не только запросам семьи и вообще всех этих ценностей, перевозки коляски, самок, вещей и так далее, но и удовлетворять своим достаточно таким активным амбициям в плане быстрой езды, хоть и в рамках города, не трека, но все же. Поэтому X3M Донингтон на красном салоне, вот, наверное, моя машина мечты. За пять с хвостиком миллионов рублей, имея такую сумму, я бы себе автомобиль этот приобрел, поскольку ну, М3, М4 будет стоить явно не меньше, но практичности там меньше и она будет еще более злая в плане подвески будет жестче. М5 это другая ценовая аудитория, X6M, X5M старый, он уже старый и все равно стоит дороже, новый он вообще дорогой, поэтому абсолютно не то, а здесь вполне вменяемые цифры и интересный сам по себе автомобиль. ну и напоследок скажу, что после полной заправки бака у меня запас хода пишет 400 километров, сейчас уже чуть уменьшилось, но изначально это было 400 километров, что в целом я считаю не таким уж и плохим показателем, то есть это немало, но и не так много, как могло бы быть, учитывая, что все-таки это машина с динамикой 4 секунды до сотни, машина, которая просто рвет и мечет при нажатии газа, особенно, когда ей удается поднять обороты выше 3000, вот выше 3000 начинается жизнь, до этого момента она думает. Вот если честно, поездив уже достаточное количество километров, я могу подвести такой вывод. Ареал обитания именно этого автомобиля это Сочи. Сочи, либо в принципе регионы, где есть неплохие дороги, где есть извилистые дороги, где минимум камер и минимум в том числе пробок. в Карелии, к примеру, откуда я сам, да, город Сартовало, город Ларимпохе, вот между ними есть классные участки, извилистые участки дорог, которые делали во время войны, чтобы меньше было шансов в том числе и попасть в дороги под бомбардировку, тем самым, когда она извилистая, само собой в нее сложнее попасть, чем если это будет просто прямой самолет прилетел, скинул бомбу и все, дороги нет. Поэтому дороги там очень извилистые, в том числе это продиктовано, конечно же, и сложным рельефом, определенные скалы, перепады высот и в принципе местность такая, там болот много, озер много, местность такая, что волей-неволей на дороге становятся именно вот такими извилистыми, хоть это не серпантины. И там, честно скажу, вот там бы я получил огромнейшее удовольствие от этого автомобиля, потому что классные, приятные повороты, перепады высот интересные. Рельеф дороги и покрытие в целом, как правило, выдерживаются на достойном уровне, то есть не крутая, не суперклассная по качеству, но и не совсем убитая дорога, по которой надо ползти, а не ехать. То есть там можно наслаждаться этой динамикой. В Сочи, Анапа, Сочи, там, Геленджик и так далее, вот там есть дороги, где также можно наслаждаться динамикой этого автомобиля и чаще включать спорт плюс, чаще выжимать газ в пол, ввинчиваться в повороты и будь я, к примеру, сейчас в Сочи, если бы мне дали эту машину, поверьте, тест-драйв был бы намного интереснее, это не было бы такое вяло текущее движение по городу. Тут стоит мне нажать газ, стоит мне хоть чуть-чуть насладиться динамик этого автомобиля, я прям вижу, как у меня перед глазами проскакивает очередная квитанция на госуслугах с оплатой штрафа. Поэтому, увы, но для Москвы эта машина это просто, опять же, некоторый понт, который можно себе позволить чуть раньше, чем покупка X5M и X6M, потому что они более дорогие. То есть, если вам нужно попонтоваться, берите серую или красную машину, берите яркий салон, там серый, красный, не знаю, белый, но не черный, получайте хорошее предложение, не обязательно даже брать competition, берите просто обычный MX3M, X4M, и это будет правильный выбор. Это будет действительно правильный, достойный выбор для города, оправданный своими деньгами, оправданный тем, что вы получаете. За 8 миллионов вот эту конкретно машину, серую с черным салоном, я бы никогда в жизни не купил, потому что, ну, зачем? Что я покупаю? Что я получаю от этой покупки? Да я лучше 8 поделю по баллам и по 4 миллиона возьму, не знаю, там, X340D и X440i себе и жене. И при этом буду получать не меньше удовольствия, поверьте, даже если я возьму 30D, я буду получать не меньше удовольствия движения в городе, поскольку сам по себе X4 получился действительно классным. И за 4 миллиона уже к интерьеру вопросов не будет. И опять же, мне ничто не мешает его переделать под себя, тем самым еще и получив тот внешний вид, который я желаю. даже карбон сделать вообще проблемы не составляет. Сейчас полным-полно мест, которые возьмут ваши планки заводские, затянут карбоновой пленкой или самим карбоном настоящим, покроют лаком и будет все то же самое. Не будет только кнопок вот здесь, вот этих двух, потому что руль практически такой же, за исключением прострочки и щели этой. Не будет джойстика коробки передачи вот таких режимов движения, но это можно пережить. За 4 миллиона я лично это вообще спокойно переживу. Поэтому делая вот такое завершение данного тест-драйва, делая определенные выводы для себя, у меня сложилось двоякое мнение об этом автомобиле. С одной стороны, я понимаю, что машина классная, машина лучше предыдущего к 6М, практически во всем, ну, за исключением отделки, да, своих денег она стоит, вот во всяком случае тех адекватных денег, которые есть сейчас, которые за нее просят сейчас с учетом определенных спецпредложений, кредита, трейды, наказки и так далее. Своих денег она стоит. Но при этом есть некоторый момент недостаточной смелости, что ли, маркетологов или тех, кто принимает решения относительно отделки автомобиля, чтобы все встало вообще на свои места, чтобы машина стала действительно крутым представителем М-семейства, крутым в том числе и внутри. Сейчас очень важно, чтобы машина была крута внутри, чтобы она просто играла на ваших каких-то детских чувствах, в любом мужчине сидит ребенок, на ваших вот этих детских чувствах, на желании покрасоваться, на желании попантоваться, на этом надо уметь играть в 2019 году, на мой взгляд, уж точно. Если вы этого не умеете делать, вас будут перекрывать куда более, ну не будем говорить худшие, но менее, так сказать, правильные с точки зрения спорткара конкуренты, которые просто за счет более богатой отделки интерьера будут восприниматься дороже и будут привлекать в себе больше внимания. Быть просто динамичным, быть просто управляемым с классно настроенным шасси сейчас недостаточно. Надо продать машину в шоуруме. Мне, как продавцу, нужен аргумент, чтобы, позвав человека к себе в салон, дав ему посидеть в автомобиле, даже без тест-драйва продать эту машину. Потому что фанаты BMW, они знают, что BMW не поедет плохо, BMW так или иначе поедет классно. И по рулежке, и по тормозам, и по динамике, по всему все будет отлично. Но, чтобы этому фанату продать машину за те деньги, которые за нее просят, надо ему вот так в салоне просто показать, насколько она крута, насколько она хороша, и за что он должен заплатить больше, нежели, к примеру, за калининградский трехлитровый дизель. Увы, X4 в этом плане не дотягивает. Вот, немного не дожал. Это главный вывод, который я хочу сделать. Хотя, при этом, не отрицаю, что машина сама по себе классная. И я бы, возможно, с удовольствием себе такую приобрел при наличии определенного бюджета. Собственно, так. Понравилось это видео? Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал Satur Review, подписывайтесь на инстаграм канала Satur Price Satur Best. Пишите в комментариях, какой автомобиль вам интересен на тест-драйве. Надеюсь, что это все-таки будет долгоиграющая история с Point of View тест-драйвами. Я смогу хотя бы раз в месяц вас радовать новым интересным автомобилем. Пишите, где я лично не дожал. Да, одно дело, маркетологи БМВ не дожили, другое дело. Я тоже допускаю, что где-то я что-то упустил, что-то не рассказал, что-то не показал. Поэтому напишите в комментариях, если у вас есть какие-то претензии ко мне. Я буду это учитывать, чтобы в дальнейших тест-драйвах давать вам больше полезной информации. Спасибо всем за просмотр и пока.